Всем привет, с вами Джон Панч, я и моя семья сейчас в относительной безопасности, но, к сожалению, не вся. Это видео я посвящаю всем, кого война разлучила с близкими. Сегодня уже седьмой день, как Россия развязала полномасштабную войну против моей страны, Украины. Покинув Чернигов, моя девушка оставила своего брата и родителей, дедушку, а я своего любимого пса, Макса, вместе с ними. Некоторые подписчики помнят этого веселого Джека Рассела, которого я научил делать кучу прикольных команд. Он схватывает их буквально на лету. Сейчас же он очень скучает за мамой и каждый день грустно ждет ее возвращения у двери. А когда слышит сигнал тревоги, уже знает, что нужно бежать в укрытие. И в Чернигове эти сигналы уже, к сожалению, стали нормой даже для животных. Макс очень жизнерадостный и позитивный человек-олюб. Он любит буквально всех, кто отвечает ему взаимностью. Порой, когда я выгуливал его по району, то удивлялся тому, что каждый ребенок в моей части города знает его по имени и радуется встрече с ним. А маленькие дети, когда идут мимо моего двора, всегда спрашивают, а Макс выйдет. Знаете, я ему даже немного завидую. Ведь я так не умею, поэтому у меня не так много друзей. Особенно тех, которых я могу назвать настоящими. И война разделила меня практически со всеми, включая Макса. На своем канале я мало освещал свою личную жизнь, но сейчас я хочу ей поделиться. Я очень скучаю по своему псу, так как именно благодаря Максу и его позитиву моя мать смогла пережить операцию на сердце. Нашла стимул ежедневно выходить из дома и радоваться жизни. Сейчас, когда Макса нет рядом, она часто плачет. И я переживаю за нее и за ее сердце, которое разрывается каждую ночь, потому что в моем городе и на родине моей мамы Корюковщине, так же, как и по всей Украине, разрываются вражеские снаряды. Макс очень добрый пес и гавкает, только когда играет в футбол с детьми, выражая восторг. Теперь он гавкает, когда разрываются снаряды. Он понимает, что происходит что-то плохое. И хоть он мал, но смело отвечает лаям, я говорю о боли разлуки со своим псом и о том, что я испытываю при этом. И представляю, что чувствуют люди, которых война разлучила с самыми близкими людьми, родителями, сестрами, братьями, бабушками и дедушками. Эта боль невыносима, и я искренне желаю вам никогда не испытать ничего подобного. Надеюсь, что свет победит тьму, и я скоро смогу вернуться домой и увидеть своего пса. И тысячи украинцев встретятся со своими родными, близкими, вернуться к нормальной жизни.